Чума. Ну, как-нибудь нарежьте, короче. А где карри? Друзья, всем привет! С вами я, Елена Ланде, бренд-шеф компании «Вкус Вилл». Миллиарды магазинов, доставок, онлайнов. Все на свете у нас есть. Сегодня мы с вами готовим веганское блюдо, которое называется «Кари с бататом». Что нам потребуется? Нам потребуется наш замечательный батат. Батат, знаете, что такое? Сладкий картофель с низким гликемическим индексом. Супер полезный, а если вам не нравится картошка или вы от нее устали, это прекрасный заменитель. Одна морковка. Если не хотите добавлять морковку, не добавляйте. Лук. Лука можете по вкусу. Один большой, два маленьких, три микро или красный лук. Какой вам нравится, такой добавляйте. Нарезаем лук кубиками. Самое важное нарезать таким образом, чтобы у нас примерно все было одинаково нарезано. Расскажите нам, какой карри готовите вы, что вы туда добавляете, нравится ли вам вообще индийская кухня. Морковь тоже желательно нарезать приблизительно кубиками. Если вам очень лень нарезать морковь, потому что она твердая, можете тогда просто натереть ее на крупной терке. Но будет такое месиво. Но, с другой стороны, все равно вкусно. Пока у нас с вами разогревается, берем обыкновенное растительное масло. Хотите, возьмите то масло, которое вы хотите. Главное не брать оливковое, потому что оливковое масло и индийская кухня – это две совершенно разные судьбы. Берем с вами лук. Начинаем его обжаривать. Сразу же мы с вами можем раздавить чеснок. Его не обязательно мельчить. Серединку проверили, вытащили. Не надо его резать, он растворится сам. Теперь самое интересное. Пока мы обжариваем лук с чесноком, мы с вами берем белые части зеленого лука и туда же закидываем. Это надо сделать. Можно не мельчить. Нам нужен аромат зеленого лука изначально, с самого начала. Нарезаем нашу морковь. Морковь нужна нам для дополнительной сладости. Теперь переходим к батату. Так мы нарезаем батат. Не поверите, так же, как морковь. Поудобнее себе как-нибудь положите. Расскажите нам, что вы еще бы туда добавили. Нам интересно, мне лично. Батат быстро приготовится, поэтому мы с вами ориентируемся на готовность моркови. Перемешиваем сразу. Пару минут потушили и начинаем добавлять специи. У нас с вами есть острый перец чили. Если вы не знаете, сколько класть, положите его целиком. Если вы нарежете его, вам может быть слишком остро, поэтому осторожней. Что мы можем еще добавить туда? Мы можем добавить паприку сладкую для цвета. Теперь переходим к самому главному. Карри. Это сбалансированный аромат настоящих индийских специй. Все, что нужно туда уже входит. Вы не поверите, туда даже входит у нас куркума. Да, идеально. Нашу индийскую приправу карри. Там уже есть соль. Мы добавляем, не жалеем, нам же нужно карри-карри. И замешиваем. Все получается очень красивого цвета. У нас с вами есть имбирь. Имбирь сделать нам еще лучше. Мы помним, как мы чистим имбирь? Мы берем с вами ножичек или ложечку. И просто скоблим, как по молодой морковке, по корню имбиря, не счищая лишнее. Отрезаем где-то примерно вот столько. Супы обычно нарезают. Можете натереть это мелко, чтобы это не попадалось кусочками. Мне нравится, когда кусочками. Так, сейчас мы должны добавить немного воды. И тушим наш замечательный карри. По идее, готовится это минут 15. Пока это все тушится, обсудим кинзу. Самое ароматное, что есть в этой замечательной траве, это корешки. Вот эти маленькие корешки кинзы. Мы с вами их не выбрасываем, если готовим что-то типа карри или супы. Мы как следует их зачищаем, замачиваем в воде, чтобы ушел весь песок и земля. Отрезаем. И вот такие вот три веточки мы с вами добавим целиком в наше блюдо. Все остальное у нас идет на украшение. То есть сверху мы засыпаем кинзой. Если вы любите кинзу, непосредственно в тарелку. Мы подготовим нарезку, пока все тушится. Кинза и зеленый лук. Зеленый лук, если вам не нравится, вы не любите, просто не добавляйте. Так, мы с вами это сделали. Помешиваем. Не забываем помешивать, потому что это может пригорать. Приправы вообще склонны к пригоранию. По мере выкипания воды мы с вами добавляем воду. Вода должна быть чистая, желательно холодная. Горячую воду мы никогда не добавляем ни в бульоны, ни в соусы, ни в супы, ни в картошку, никуда. Пока это все происходит, мы с вами нагреваем сковородочку. У нас есть замечательные вот такие лепешки. Понятно, что это не настоящие индийские, но они вполне себе подойдут для того, чтобы сервировать наши с вами карри вот с такими лепешками. Понятно, что их нужно разогреть. Разогреваем мы следующим образом. На сухую сковороду, разогретую. Просто бросаем каждую лепешку и буквально по одной минутке с каждой стороны выкладываем на тарелку, а затем это можно будет уже есть вместе с карри. Теперь мы оставляем все это готовиться минут 10-15, пока не будет готова морковь. Итак, друзья, наш с вами карри с бататом готов. Подаем мы какой-нибудь симпатичной мисочке. Блюдо очень сытное. Мы добавляем с вами сверху немножко кинзы и зеленого лука. Подаем это с нашими теплыми лепешками. Можно их нарезать и разрезать на 4 части. Возможно, вам так будет удобнее просто, как треугольнички. Помните, что карри содержит куркуму. Это желтая специя, которая очень сильно красится. Старайтесь никакие белые полотенца не использовать. Она тяжело отмывается, ставит желтые пятна. Так, это у нас более мягкое. Чем мягче, тем вкуснее. Здорово, когда они теплые. Сложили, подали. Приятного аппетита. Наш карри готов. Подписывайтесь на нас, на наши каналы. У нас есть Инстаграм и Ютуб. И ВКонтакте мы, где только возможно. Мы есть. И также в Телеграме. Очень вас любим, ждем. Готовьте с нами. Всего хорошего. Продолжение следует...